Приветствую вас, друзья! Наша библиотека номер 194 поздравляет всех юных зрителей замечательным праздником Днём защиты детей. А также 1 июня это не только прекрасный праздник, но и начало лета. Давайте вместе этому порадуемся и сделаем картину-аппликацию под названием «Маленькие дети на большой планете». Для этого мастер-класса нам понадобится пластилин, ненужный диск, либо можно взять кусок картона и просто вырезать круг, кусочек картона, кусочек верёвочки, скотч и ножницы. Это всё, что нам понадобится. В первую очередь мы начинаем работать с диском. Нам отверстие нужно залепить кусочком подготовленного картона, который будет перекрывать наши отверстия. Скотч должен быть по размеру больше, чем квадрат картона, чтобы надёжно его приклеить к диску. Также мы берём сразу нашу верёвочку, прикладываем её на квадратик. Это будет у нас петелька, за которую мы в дальнейшем сможем нашу картину куда-нибудь повесить и проклеиваем. То есть мы сразу заклеили отверстие, петельку, благодаря которой мы сможем повесить нашу картину. Вот, замечательно. Основа у нас готова. В принципе, можно ножницы и скотч уже отложить. Мы займёмся фоном. Наш диск будет символизировать планету. Мир наш целиком. Он такой же круглый, как наша планета. Мы сделаем нашу планету яркой, тёплой, светлой, красивой, мирной. Итак, приступим. Чем больше цветов пластилина у вас будет, чем больше палитра цвета для выбора, тем лучше. А, и нам ещё понадобится ножик для пластилина, что немаловажно. Хотя можно, в принципе, и без него обходиться, но с ним будет гораздо удобнее и красивее получаться. Первым шагом мы делаем нашу планету голубой, светлой, красивой. мы берём пластилин и хорошенько разминаем его сначала в руках, чтобы он стал у нас податливым, тёплым. хорошенько его разминаем. Голубой пластилин будет символизировать голубое, чистое, светлое небо, безопасное. Вот. начинаем мы его вот так вот размазывать, как масло на хлеб. Так аккуратно, чтобы у нас не было никаких дырочек ненужных. мы его растягиваем. Растягиваем. Так вот мне на весу почему-то удобнее это делать. но будьте аккуратны, сильно не давите на весу, чтобы диск у вас не сломался. Всё-таки руками это делать удобней, чем ножом. осталось чуть-чуть совсем. На весу всё-таки удобно очень. Только придерживайтесь снизу тогда диск и сильно не давите. Рассчитывайте свою силу. По диску очень хорошо размазывается пластилин. Будет очень удобно именно на нём делать такую поделку. И ещё смотрите, чтобы у вас петелька совпадала, чтобы она была у вас всегда наверху по отношению к вашей композиции. теперь мы будем делать внизу зелёную сочную травку. Здесь можно выбрать поярче будет тёмно-зелёный цвет смотреться. Давайте его будем использовать. и снова начинаем его мять хорошенько в руках. мы разминаем одновременно растягивая и придавая примерно форму которая нам нужна. мы прикладываем и начинаем растягивать пластилин таким же образом, как мы это делали с голубым цветом. чтобы наша планета стала яркой, красочной, красивой, заиграла красками, мы сделаем радугу. радуга у нас состоит как мы знаем из семи цветов. Есть даже такой стишок который все учат чтобы запомнить поочередность цветов радуги. стишок вспоминаем каждый буква к красный охотник буква о оранжевый желает ж желтый знать зеленый используем другой зеленый цвет для разнообразия где голубой сидит с синий фазан буква ф какой цвет правильно фиолетовый считаем один два три четыре пять шесть семь все верно каждый охотник желает знать где сидит фазан сейчас наша задача раскатать семь колбасок но колбаски будут разного размера разной длины начнем с красной полосы она у нас будет самая короткая ширину полос радуги вы сами для себя решаете какая будет ширина я начинаю с красного все так же по схеме сначала мы хорошенько разминаем забыла сказать обязательно пользуйтесь доской для лепки я не на столе леплю доску можно всегда отмыть даже если она и не отмоется то ничего страшного не случится вот стол отмыть конечно уже проблема посерьезней то есть мы немножечко примеряемся пристреливаемся так скажем все-таки до какого размера нам катать нашу радугу мы примерно ее вот так вот подгоняем оранжевого нам понадобится немножечко побольше поэтому отрезаем здесь уже побольше кусочек вот примеряем пусть она будет не идеально ровная видите у меня она получается где-то толще где-то потоньше в принципе когда вы это все приклеите это будет не так сильно заметно да и нам не нужно все идеально главное чтобы было красиво ярко а красиво не всегда идеально дальше на очереди у нас желтый цвет его нам нужно еще больше а здесь я даже перестаралась но ничего я могу подрезать и также закруглить мы уже сделали три цвета радуги идем дальше зеленый еще чуть-чуть чуть-чуть вот я думаю достаточно будет идеально каждый охотник желает знать где голубой голубой немножечко так вот и у нас остался каждый охотник желает знать где сидит синий кончики соединяем чтобы надо было все красиво потом уже вот почти радуга наша готова здорово как ярко получается как красочно красиво у нас выходит и последняя наша полоса радуги вспомним стишок давайте вместе каждый охотник желает знать где сидит фазан очень она мне нравится замечательная радуга едем дальше еще мы хотим чтобы наша планета была светлой теплой чтобы она грела нас для этого нам нужно что как вы думаете ну ка солнышко нам нужно солнышко у нас будет места у нас не так много на нашей картине поэтому мы будем делать половинку солнышка будем делать половину круга оконтовку его вырезаем и вот сюда мы вот так его помещаем чтобы оно было более выразительным предлагаю вам сделать окантовку солнышко берем оранжевый немножко оранжевого также его мнем и катаем колбаску не помещается но мы все-таки сможем лучики пустить чтобы лучики нас грели чтобы они до нас долетали мы вот такие вот лучики сейчас пустим раз можно их чередовать с оранжевыми лучами и делать разной длины лучики лучики же они у нас не одинаковые вот так и чередуем здесь например мы сделаем поменьше лучик наш поменьше сделаем вы можете делать радугу меньшего размера вы можете делать радугу наоборот огромную здесь можно прям экспериментировать и давать волю фантазии своей вот как вам нравится вы так и делаете и еще я предлагаю если у вас есть белый пластилин сделать облака но облака у нас все конечно опять не поместятся на нашу картинку но мы можем сделать полу облака как и полусолнышко почему нет с облаками все очень просто на самом деле мы просто мы берем и вот такую лепешечку делаем с выступающими такими неровными краями и вот вам уже и облако готово мы облако можно сделать несколько неровным я думаю нам одного облачка хватит мы создали нашу большую планету в которой мы собрали все самое лучшее солнышко у нас символизирует тепло свет оно нас греет оно нас оберегает радуга наша яркая она придает нам красоты яркость яркой жизни веселье удивление голубое небо с белыми облаками это простор свобода чистое небо безопасность и вот сюда в середину я предлагаю вам поместить себя маленького ребенка ручки ручки это у нас будет голова на которую мы приделаем волосы можете сделать мальчика можете сделать девочку это уже на ваше усмотрение я девочка поэтому я сделаю вот такую девочку красный мой любимый цвет я сделаю платьишко и туфельки черные я хочу сделать платьишко длинненькое у нас будут она будет у меня бежать одна ножка у нее будет как бы под платьем чуть-чуть вторая будет не 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 хочет получаться у меня змей но все все равно все равно сделаем как сделаем вот вот такая замечательная поделка у нас получилась До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok